Продолжение следует... Намаскар! Вопрос в том, как преодолеть страх? Это большая вопрос. Потому что страх – это один из самых больших обстаклей на пути нашего развития. Он не позволит экспрессировать нашу внутреннюю потенциальность. Я видел так много талантливых людей, красивых людей. Но есть сильная влияние страха на мозг. И человек просто не может преодолеть и не может экспрессировать себя. Таким образом, в связи с духовностью, человек должен много общаться с страхом, с преодолеть страхом. В связи с духовностью, вы двигаетесь от животных до человечества, от человечества до святого. и страх – это часть нашей животной природы. В каждом живом человеке есть фея страха. Это основной инстинкт. Он приходит очень далеко от прошлого. Фея здесь, но этот фея будет представлен только, если есть обеспечение для представления этого фея. Есть два типа эмоций. Один тип – это внутренний. Например, «Я хочу съесть food», «Я хочу съесть больше», «Я хочу съесть больше». Это внутренний инстинкт. Он там. По правилу. Это часть нашей животной природы. «Я хочу съесть им». Люди – это очень приятно. Люди – это животные. У себя. Мамы. Но наша культура, наша цивилизация, наша идеология, наши принципы, которые мы следим в жизни у нас превратили в животные. Или мы пытаемся быть животными. Так что есть две природы, которые страдают, бороться в нас. Натурная природа, мощность наших генов, и высокая природа, мощность нашей идеологии, мощность наших принципов, мощность нашей культуры, и высокие инстинкты, которые также выживаются в нас. Потому что, как мы бороться на высокие причины в жизни, наш тело также обеспечивает глянки и подглазки, которые секретят различные типы хормонов, которые создают различные типы впечатления внутри нас, высокие думания, высокие впечатления, высокие эмоции. Так что есть две природы, которые бороться с этим. Новая природа и новая природа, появляющая природа, святая природа. Джаеви-дхарма, Бхагавата-дхарма. Так что страх является частью новой природы. Другой природы. Есть две эмоции. Одна из-за того, как я сказал, как грязь, волосы, гордость. Они там, в животной структуре. И некоторые другие эмоции будут расположены. Конечно, цепь эмоций находится в инстинктах из-за того, как страх, например. По примеру. Цепь эмоций находится в животной природы. Но если оборудование не соответствует для экспрессии этой эмоции, эта эмоция не будет создана. Например, есть оборудование полностью свободно от природы. И даже животные будут там, они будут страхованы. Они не страхованы. Они не страхованы. Они не страхованы других животных. И слишком поздно. Они уничтожены. И люди их всех подпишут, до чего они их осознают. что происходит. Так что страх был полезен в эмоции. Это было необходимость в эмоции. И это нужно сейчас в нашей человеческой жизни. Это нам нужно рассчитывать, думать. И пытаться не принимать неудачные риски. Так что это полезно. Но слишком много страхов это создает стихотворение. Минуты стихотворены от этого страха. И вы не можете экспрессировать себя. Так что, как спиритуалист, вы развиваете от животных до человечества, от человечества до человечества и вы должны бороться с этим страхом. Чтобы экспрессировать эту человечество внутри себя. Чтобы экспрессировать красоту ваших принципов. идеологию. Вы должны бороться с страхом. Так что страх это оборудование. Оборудование. Парни оборудовывают страх в своих детей. Не идите туда. Есть какой-то хрень. Для контроля своих детей они оборудоват этот страх. Это очень плохая практика. Потому что человек с этим страхом и этот страх не только страх с страхом. Если страх оборудованы, если страх оборудованы оборудованы в работе секретировать хромоны страха, этот страх будет manifestаться в каждой оборудовании жизни. Так что лучше, чтобы родители не оборудовать этот страх в своих детей. не оборудованы. Но, в любом случае, страх если у меня страх был оборудован оборудован. Так что два типа эмоций есть. Один оборудован, и страх оборудован. Почему я говорю оборудовании и оборудовании? Потому что есть два способа оборудоваться с этими эмоциями. Эти, которые оборудованы, вы не можете идти в прямую оборудовании с ними. Нужно оборудоваться и оборудоваться эмоциями. Я записываю complete видео оборудовании и оборудовании эмоций. Это будет очень полезным в нашей жизни. Но если эмоция оборудована, оборудовании оборудовании эмоций это в дальнейшем конфронтации с этой эмоцией. Например, если есть страх, это оборудована эмоция. Если вы забыли от страха, страх будет увеличиваться. Если вы оборудовании страх, страх будет падать. Это мы должны помнить. Я вернусь обратно. к этому. Как оборудовании эмоции это через оборудование. Вы в близком отношении с ситуацией, где вы испытываете эмоции. Это одно. Второе. Эмоции страхов имеют физическую базу. На самом деле, есть несколько физических базов. Есть три типы страхов. Один страх находится на уровне гениталов. Есть центр называется свадхистана чакра. И в этом центре есть страх аннахиляции. Вы страх потерять свою жизнь. Вы можете это чувствовать. Вы можете это испытать. Если вы ходите на стене скрытого скрытого здания, и приходите на борту и смотритесь. Некоторые люди, которые боятся их чувствуют электричество на уровне гениталов. Они чувствуют, что что-то движется. Необходимо чувствовать. И вы становитесь параллелизирован. Один тип боя находится в этом центре. Это связано с адреналов глянами. Это боя – революция. Это боя активирует вас. Вы чувствуете это боя. боя вы хотите уходить, или бороться. Это немного высокая экспрессия. Вы становитесь агрессивным. Вы не хотите уходить. Но в тот момент ваша мнение не работает. Потому что вы так боитесь, так много случаев, много историй. Люди ударят просто боя в голове. боя первое. Это боя здесь. И здесь боя в центре. В центре Анахата чакры. Это боя. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Может что случится. Может что будет случиться. Если есть боя – боя боя – боя боя и боя – – боя – физическая подход к бою – важным. что наш тел – мемор млн лет мы были боя и собраны. И только последние 15.000 лет или 30.000 лет мы имеем какой-либо цивилизацию. Мой spiritual master сказал, что цивилизация может быть от 15.000 лет назад. Когда люди обнаружили агрикултуру. И так далее. Итак, мы хантеры и собранники. И наши дни – животные. Если мы хотим контролировать эмоции, мы должны обратиться к телу. Потому тело – это основа многих эмоций. Эмоции созданы как? Гланды секретят гормоны. И мы чувствуем эмоции. особенно высоких эмоций. Если вы в поведении высокой думы, большую идею, думать добрые думы, чтобы служить человечеству, чтобы достигнуть большие достижения. Эти думы должны быть поддержаны гормонами. мышцы в начале предыдущих думать так. Эти думы вы не чувствуете. Но если вы думаете снова снова, слабо, слабо, глянцы будут активированы, которые секретируют высокие думы. И вы не больше впечатаны думать животное думание, но вы впечатаны думать больше, то свое думание становится великим. Это ментальный процесс. Но мы должны понимать силу нашего тела. За тысячи лет уже тела существуют. Йоги обнаружили что есть определенные позиции тела, которые повышают глянцы, и повышают хромональные секретные. Если мы повышаем эту часть тела, мы повышаем страх. Также агрессивность. Иритация. Когда люди очень отважают они в состояние мозга очень легко. Это может быть изменено. просто при этой области. И есть асаны, как чакрасана, позиция дханурасана, позиция дханурасана, позиция дханурасана, позиция утката пашчимотанасана, сложившись в половины. как майурасана, позиция пашчимотанасана, позиция Есть мудра, называется агнисара мудра. Вы протяжите наружную область. Есть мудра. Эти асаны помогают регулировать хромоны. Через три дней вы будете чувствовать очень-очень различным. Из трех дней от начала практики вы будете чувствовать довольно-очень различным, если вы делаете правильно. Это помогает преодолеть страх. Также правильная диета. Когда мы инженим протеин, особенно мясо, там много хромонов хромонов Когда живот ест исчезает, так много хромонов. Когда мы consumим это мясо, это становится частью нашей существа. Это стимулирует инстинкты, которые животные испытывают до смерти. Поэтому лучше не обеспечить такую диету. это следует следить вегетарской диету. Я спросил одного моего я спросил его, как вы предложили? Как изменять человечество? И он recently начал практиковать медитацию и это просто вчера он был в другом состоянии сознания. Поэтому я хочу знать его мнение. он сказал «Дада, нужно менять диету. Без менять диету ничего не возможно. Он сказал «Я был в таком состоянии сознания, это невозможно для меня медитировать и делать йогу, и даже следить мораль. Но случайно я изменил диету и целая сознание изменилась». Я думаю, это очень важная вещь. Асанас и диета это физический подход для повышения эмоций в теле. Вы увидите, что 50% ваших эмоций уже уходят, если вы адаптируете эту подход. и следующий подход психологический подход. Тенденция это избежать опасность. Это страх. Чтобы избежать опасность это страх. опасность нам нужно избежать опасность. Мы должны научиться как опасность. И сегодняшний есть идея о праве оттративности. Если вы думаете negatively, то ситуация придет. И сейчас люди не только боятся ситуации, они боятся опасны ситуации. Поэтому мой личный подход, когда я чувствую легче, это принимать ситуацию. Я боюсь что-то. Тогда есть внутренняя неоперенность. Нет, 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 я не буду survive это. И я очень боюсь. Я очень боюсь. Тогда я будет представить worst worst. Не просто представить. Иногда люди сидят там и представят worst worst вещи. И очень беспокоят. Потому что я буду представить очень плохую ситуацию. Тогда я скажу себе что это произошло. Я еще там в себе не проблем. Если случится, случится, я deal с этим. Так есть уверенность в том состоянии. Так это психологический подход. Психо-спиритual. Психо-спиритual как есть практика, я вам объясню. Это называется Варнаргьядан. Варнаргья предложите великую Вы скажите внутренне великим сознанием, Богом. Я в ваших руках. Если вы хотите пройти эту ситуацию, я accept. Я знаю, что вы обеспечите. Я не хочу контролировать. Я не хочу спрятать. Я не хочу пройти. Если вы хотите пройти это, я пройду. пройду. Если это твоя воля, это тоже позволит помочь. Это сложно сделать, потому что знаем, что когда вы отдыхаете свою контроль, когда вы откроете свою жизнь, к пройду, то изменения будут происходить в жизни. Вы уже не в контроле. Вы должны в каждом моменте жизни уменьшить и уменьшить. Вы не можете контролировать волю, но вы можете учиться и также удержать. Вы используете силу воли чтобы скрыть. Это духовное жизнь. Как быть от страха? Если ситуация приходит, я буду использовать ее для моего удовольствия. Вы уменьшить психоспиритул подход. Вы увидите, что в детстве, в молодежи мы более страхи. не страхи. Мы страхи страхи. Иногда это разумно. Это зависит на пути, человек ходил. Но если я испытал проблемы в жизни, я не боюсь. Если момент придется с руки, дай мне одну неделю, я строю дом. Так нет страха. Иногда люди страхают, что может я останусь без денег. Вы получаете деньги, вы получаете деньги. Вы понимаете? нет. Никогда придется что не будет достаточно. И также это ситуация. Это ситуация. Я не знаю, как строить. меня страх. Первое время я собираюсь строить дом. И он построил дом. Он мне показал так, так, И я думал, что я никогда не смогу сделать это. Но когда я начал делать это сложно, что все просто и страх превратился. Так, столкнись ситуацией, столкнись и 信心. Если вы 信ете на великим силам, это случилось мне, что я пошел в другую страну, без денег, я только 3 долларов в моем pocket. И я пошел без контактов, без друзей, 20 лет назад, не интернет на время. только в信心, что сверху меня поднял и это поднял. Я расскажу потом. Иногда расскажу эту историю. В многих ситуациях я чувствовал, какой-то есть сил, которая меня поднял меня, занимает меня, защищает меня. Я никогда один, никогда нет. Поэтому эта вера также помогает преодолеть страх. Также психоспиритулы есть центры психоспиритулы называемые чакры. Эти чакры развиваются через определенный процесс. Вы делаете медитацию. Для этого вы делаете основную медитацию. И в курсе времени вы можете узнать преодолевшие техники медитации. Продолжение техники медитации. И в этих техниках ваши чакры становятся сильнее. Как чакры становятся сильнее, это контролирует все эмоции. Например, если вы сделаете манипура чакры очень сильным. вы практически без страх. Есть инструменты, спиритовые инструменты, медитационные инструменты. Эти самые мощные. Физические подходы мощные, но психоспиритулы и психоспиритулы это мощные. Это огромное изменение. Даже если полгода практики эти уроки, он чувствует полностью изменение в себе. Итак, физическое подход это асанас. Психическое подход в ситуации. Психоспиритул подход в медитации. Психоспиритул подход это вероятность, вероятность в святую энтитию. И также в медитации что происходит? Очень основная из всех страхов это страх аннахилов. Что я потеряю свою жизнь, что я死у. Это страх большого страха. Все есть. А где это происходит? Это происходит от отношения к телу. Я тел, тел. Я тел, я тел. Я Я тел. тел. Я тел. Я тел. Я тел. Я испытывал это в моей медитации. когда делаешь это опять и опять и опять и опять и опять часть медитации называется Пратяхара Йога. Пратяхара означает для заболевания из внешнего мира, страх происходит от отношения. Если вы заболеваете основание, страх уже не есть. Так вы заболеваете с объектами внешнего мира и становитесь независимым на них. Так вы уже не боитесь потерять их. Это теория. Но практично это работает. иногда женщины так связаны к своим телам. Я имею мужчины, женщины, все в различных способах. Но в женщинах это связано в том, как они занимаются их телом. Так много страх быть натуральным. Так страх не любят они не будут принимать медитацию. Через 3-4 месяца я вижу, никакой красоты. Натуральная красота. Почему? Потому есть изменение в идее. Я тело. Если тело не красиво, я не красиво. Я не удерживаю быть любим. Но когда вы медитаете, когда вы избавляете свою голову. Конечно, здесь есть эзотерические практики. Они учились через личные навыки. навыки. Медитации навыки. Медитации навыки. Медитации Поэтому в этом канале я могу представить основную технику медитации. Даже основная техника очень очень мощная. Но если вы идете чуть-чуть дальше и практике более advanced техника, есть способ избавиться из внешнего мира. Вы чувствуете просто небольшой слайд consciousness. и из воспоминания из ментальных объектов. Через практику вы чувствуете меньше и меньше страх. Потому что вы не больше с объектами. Вы не боитесь быть сфере идеи. иногда люди очень боятся то, что они становятся агрессивны. Если вы их спросите вместо логической дискуссии, они становятся агрессивны. Поэтому медитация вас очень очень изменяет структуру страха, отношения к различным объектам, объектам тела, объектам тела и объектам мозга. Хорошо. Это небольшая презентация как преимущество. дуды асанаса, чакрасана, утката пасча мотанасана, майюрасана, дханурасана, агнисара мудра, удаянна мудра, и так далее. изменяйте диет, не наградите емкость с эмоцией и страхом. Затем к святому сознанию. Поехали, чувствуйте, что в каждом моменте святая силу вас и, когда ситуация приходит, у вас силу внутреннего силу с ситуацией. Если у вас нет, не волнуйся. Этой силу будет придержаться, когда момент приходит. Это тоже моя испытания. Вы знаете, что 99% страхов нет. Они никогда не произошли. Поэтому не страхи за страхом. Не страхи за страхом. Иногда что если я думаю, что эти страхи может быть настоящим. Не страхи за страхом. Не страхи за страхом. Попрессуйте, что это плохое из плохих. Сейчас я с этим общаюсь. Объявляйте это в вашей голове и вы узнаете, что вы не страхи. И последнее, что я почти забыл. Я почти забыл. И это действительно самый мощный способ объявить страх. Это практика киртан. Практика чантинь-мантра. Когда вы sing Баба Нам Кевелам, особенно вы это делаете вместе с танцем называемой Лалитамармикой. Эта танцем, очень танцем, имеет настолько сильный биопсихологический влияние на тело и сознание. Например, вы расширите руки. Расширите руки уже страх. Вы идите и посмотрите видео о Лалитамармикой. Я объясняю это. И также это авто предложение Баба Нам Кевелам. Святая сознание все есть. Святая любовь все есть. Что нужно бояться? это страх будет после 10-15 минут пыли мантра. Иногда я путаю разные ситуации в жизни. Но я делаю киртан. После киртана я чувствую, что я могу общаться. Так это спирит способ преодолеть страх. И мы должны преодолеть это. Мы должны двигаться из животных до святого потенциала. Спасибо большое. Намаскар. нам о невало лава лава нам о невало Субтитры создавал DimaTorzok